всем привет с вами дмитрий урсул это новый выпуск quick news в котором мы поговорим с вами о новостях из мира музыки и музыкального оборудования за последние две недели кстати со мной сегодня в студии джозеф поприветствуйте его джозеф это фикус в общем давайте начинать социальной сети вконтакте всем музыкантам отныне доступен личный кабинет который будет называться студия в котором мы сможем смотреть статистику наших песен артистов смотреть где больше использовался трек где чаще репостился кто и сколько добавляет ваш трек себе в плейлисты и так далее вся статистика наглядная будет демонстрироваться собственно в этом кабинете работает он для тех у кого есть официальная карточка вконтакте музыканта привязаны к вашей странице страниц вашей группы например или вашего артиста вы можете перейти и посмотреть всю статистику довольно подробно как заверяют разработчики она работает по системе big data то есть собираются все возможные данные которые только вообще можно себе представить нейросеть их будет анализировать и подсказывать музыкантам даже такие вещи как например с какой песни начать лучше сет-лист в том или ином городе потому что именно эта песня более популярна в том или ином например городе или регионе страны в общем довольно интересная применение конечно же кабинета ничего в них нового нету они давно уже есть его apple music у spotify но должен от себя заметить что у того же apple music кабинет не самый удобный там конечно много информации но не сказать что она прям супер исчерпывающие то все равно остается такие некоторые моменты немножко за кадром надеюсь что вконтакте эти данные будут более подробные и действительно можно будет собрать базу своих фанатов и на основе этих данных собственно уже планирует свои свою деятельность своего проекта не только как просто выпускать песни но и также всякие рекламные настройки делать также и организовывать концерты и конечно же продавать мерч и все сопутствующие товары в общем будем следить за новостями и пользоваться сервисом и посмотрим что это нам всем даст американская арфистка эмили хопкинс показала всем как можно в наше время 2021 году еще использовать арфу и вообще оживить такой довольно консервативный инструмент который очень редко используется в оркестре или в каких-то ситуациях для создания вот у самой магической или даже сказал умирстворяющей атмосферы как мы все знаем из саундтреков к мультикам к фильмам там из использования этого инструмента на каких-то велкам их светских обществ и так далее ну то есть все с чем собственно ассоциируется во первых как арфа так и зачастую девушки которые в основном играют на этом инструменте то есть чем таким умиротворенным и вот эмили хопкинс решила немножечко расшатать всю вот этот весь этот флер вокруг инструмента и собственно пропустить арфу через distortion она нашла самый-самый-самую жесткую педаль distortion и которые есть на рынке подключила к этой педали собственно арфу нас сделала прям максимально жесткие настройки звук получился довольно необычный чем-то даже такой немножко синтезированный подгруженные в принципе можно вполне себе это использовать не знаю как кто этим будет конечно пользоваться прям вот повсеместно но тех у кого есть доступ к арфе например может задуматься о том что ее можно использовать и в каких-то таких вот нестандартных звучаниях и спасибо эмили что это показала честно скажу я тоже задавался этим вопросом несколько лет назад я правда к сожалению использовал сэмплерную арфу причем ту что была в лоджике тоже накладывал на нее distortion и по-моему даже какой-то получившийся звук я использовал как сэмпл где-то на заднем фоне утопив ревери как такой некий эффект то есть не назвать это прям основным инструментом аранжировки скорее это такой некий сам дизайн но здесь же это претендует уже на такое самостоятельное использование этого инструмента в современном мире в общем интересная мысль классно что такие приколы бывают вы наверняка знаете что в последнее время выросла большая популярность модульных синтезаторов то есть от синтезаторов которые собираются из разных модулей фильтров осцилляторов каких-то дополнительных модуляторов все это разными любителями как-то комбинируется и получаются необычные синтезаторы которые могут генерировать какой-то совершенно сумасшедший звук и собственно за основу вот эту вот идею что можно все быстро друг с другом соединить взяли ребята из компании redic гитар с которой собственно и придумали модулярную гитару то есть они так назвали ее вы же модуля гитар то есть гитара которая по сути основана из модулей ну в случае с гитарой тут конечно ничего сверх естественно нет это скорее такой некий дизайн новый чтобы облегчить жизнь музыкантам гитаристам которые например вынуждены возить с собой три или четыре гитары просто для разных тембров потому что те кто гитаристы из вас вы наверняка знаете что например тот же стратокастер и гибсон и спал это практически разные инструменты по тембру по звуку по возможностям даже с теми же самыми педалями усилителями они могут выдавать абсолютно разные звучание и соответственно в аранжировочном плане они также используются в разных жанрах в разных композициях и так далее и вот собственно разработчики данные модулярные гитары решили предложить такой вариант что вы можете менять звукосниматели прямо на лету просто отсоединяя отщелкивая блок с звукоснимателями и также еще и менять фурнитуру в виде регуляторов громкости тона и так далее то есть у вас по сути такая разборная гитара у вас есть круглая гриф и некая такая балланка виде корпуса и к ней вы можете варьировать разные комбинации звукоснимателей и разные комбинации из управления органов управления этой гитарой довольно интересное решение я так понимаю модули будут разные еще потом дорабатываться их можно быть отдельно докупать а полная стоимость этой гитары сейчас составляет по предзаказу полторы тысячи долларов в сша регулярная стоимость будет 1800 долларов так или иначе довольно интересная идея причем все это действительно работает за счет того что все крепится на магнитах и буквально двух винтах которые очень легко откручиваются прям рукой без отвертки то есть вы можете прям вот во время сета буквально там за минуту-две пока не знаю там вокалист например общается с публикой быстренько поменять звукосниматели просто выключаете громкость отсоединяете одни звукосниматели то есть блок со звукоснимателями и вставляете другие и тем самым ваша гитара превращается например из гитары типа лис пол с хамбакерами в гитару типа стратокастер с тремя синглами либо даже телекастер с двумя синглами типа телекастер то есть довольно интересно вы по сути можете ввозя с собой одну гитару иметь как три гитары за один раз то есть довольно интересная концепция я помню что уже и другие компании что-то пытались подобное делать но вот появился новый вариант посмотрим насколько он приживется в мире гитаристов пару выпусков назад я вам рассказывал о компании родос как вы знаете это классические инструменты электро пиано в первую очередь которые были популярны 70 80 и я рассказывал о том что эту компанию сейчас реструктурировали реорганизовали и заявили о том что они выходят заново на рынок и будут разрабатывать какие-либо инструменты хотя анонсов никаких конкретных не было было заявлено только о реструктуризации компании и вот буквально месяц спустя компания анонсировала то что они оказывается уже заканчивают разработку абсолютно нового родос пиано который по их заверениям будет просто супер сногсшибательным инструментом который перекроет всю их вот эту многолетнюю десятилетнюю нескольких десятилетий историю и просто взорвет умы и всех то есть даже те кто был фанатом родос уже с многие годы и тех кто только-только-только открывает для себя эти замечательные инструменты причем судя по фотографиям которые показали разработчики нового инструмента это будет абсолютно аналоговый реальный инструмент то есть это не будет какой-то цифровой копией как например было в случае тех же хаммондов в начале 2000-х годов когда компанию вы купили японцы и собственно сделали орган в таком неком цифровом виде пускай очень качественно но все же это не то же что было в тех же 60-х 70-х рода же не пошел по этому пути то есть это не будет какой-то цифровой эмуляцией это будет абсолютный аналог и как я уже сказал разработчики уверяют что всем сорвет крышу это будет шикарный инструмент который включает себя все наследие звучания родос за эти годы и также привносит некоторые новые фишки в том числе современные возможно будет интеграция с миди или что-то подобное в общем будем следить за новостями очень интересно посмотрим я сам обожаю звучание родоса это конечно очень серьезный инструмент он занимает довольно много места но возможно когда-нибудь я рассмотрю его приобретение себе в коллекцию потому что инструмент просто шикарный и я его обожаю его звучание часто его использую поэтому мне особенно интересно следить за новостями давайте перейдем к плагинам компании united плагин выпустила новый плагин который называется urban puncher который предназначен для усиления звучания барабанов особенно слабеньких например живых и создание вот таких грязных немножко прям на пористых барабанов на самом деле таких плагинов уже довольно много на рынке было но разработчики уверяют что здесь они прям вот полностью вдохновлялись вот такими вот насыщенными звучаниями барабанов немножко грязными как принято в хип-хопе в r&b некоторых рок звучаниях или инди звучаниях такой немножко подгруженный звук и плагин на самом деле довольно простой он состоит буквально из одной главной ручки punch которая отвечает за работу с транзиентами то есть она усиливает вот эти атаки у барабанов делает их довольно плотными если они были записаны не очень качественно если речь идет о живых барабанах или не очень качественные сэмплы которые часто тоже встречаются в библиотеках их можно усилить за счет этой главной ручки punch а также там есть сатурация которая наоборот включает такой некий подгруз а если еще включить дополнительную кнопку такого скажем супер драйва супер бусто у вас наоборот этот хвост от звука барабанов станет усиливаться и звук станет более плотным более таким мощным немножко грязным причем этот плагин максимально зависит от входного уровня и за счет несмотря на то что сам диапазон внутри плагина не такой большой вот там например вот чистого звука до супер перегруженного но если разогнать входной сигнал в этот плагин он может выдавать абсолютно супер грязные за такие вот результаты по звуку поэтому с ним можно поиграться не только внутри плагина но используя разные уровни входящие в него и получить разные варианты звучания там конечно же есть ручка drive это вы всегда можете подмешать грязь к чистому звучанию барабанов так или иначе плагин довольно интересный сейчас он отдается по льготной цене скоро цена увеличится так что если вам интересно переходите по ссылке в описании к этому ролику ознакомь ливайтесь и если вам этот плагин нужен то забирайте его себе в коллекцию ну и наконец о бесплатных плагинах самым интересным за последнее время появлением на этом рынке оказался плагин сэмп лэп который позволяет нам редактировать полифонические аудио то есть изменять пич внутри полифонии что раньше до сих пор позволял нам только солимоним мелодайн в чем в режиме studio то есть это самая полновесная версия этого инструмента она довольно дорогая и она позволяет анализировать полифоническое аудио и менять отдельные ноты то есть переставить мажорный аккорд и минорный аккорд и так далее то есть довольно классный инструмент и у мелодайна все работает довольно качественно и вот сейчас ребята анонсируют такой бесплатный плагин который делает то же самое но сфокусирован исключительно на вот этой задачи переделать полифонию внутри уже готового аудио файла все это работает через нейросеть и через спектральный анализ четко прям можно все это дело подредактировать небольшие скажем так отрицательные стороны на данный момент то что во первых плагин работает через интернет то есть вы когда устанавливаете этот плагин аудио который вы в него записывать и то есть который он слушает он передает на сервер на сервере все это обрабатывается и вам потом обратно возвращается вы можете сохранить как новый аудио файл и уже использовать это первое и второе что пока что ограничение 20 секунд то есть вы не сможете целый там пятиминутный фрагмент или всю композицию пропустить через этот плагин и как-то видоизменить всю композицию то есть вам придется так или иначе редактировать там по частям или только отдельные какие-то фрагменты то есть это покажут такие минусы скорее текущей версии возможно разработчики потом сделают платную версию скорее все так и будет где будет больше функций все это возможно будет работать прям внутри компьютера не нужно будет отправлять никуда на сервер ничего хотя сами разработчики гарантируют что все будет удалено то есть никакой контент у них не остается на сервере они буквально хранят в момент обработки как только обработка закончился вы скачали файл обратно и сохранили во всем компьютер этот файл всех серверов исчезает но в принципе здесь можно и поверить потому что если сейчас все ринутся загружать и использовать этот сервис его тестировать то конечно у них серверов не хватит чтобы справиться с нахлывом различных аудиофайлов поэтому скорее всего это правда но так или иначе конечно же комфортнее когда у тебя все происходит на твоем компьютере даже на то что это может занимать ресурсы процессора в общем посмотрим как это поможет музыкантам если вам вдруг это нужно и вы понимаете что это вот то чего вы искали бесплатно к тому же так что переходите по ссылке и забирайте плагин тестируйте пробуйте и обязательно потом напишите в комментариях как вам этот плагин мне очень интересно узнать ваше мнение ну что ж на сегодня это были все новости напишите в комментариях как вам этот выпуск также всегда жду предложения пожелания какие-либо вопросы связанные вообще с деятельностью logic pro help по лоджику не забывайте вступать в наш закрытый клуб ссылка в описании несмотря на название доступ туда открыт каждому просто нужно пройти небольшую регистрацию как я уже сказал ссылка в описании проходите попадаете к нам в telegram чат где мы постоянно общаемся нас уже больше тысячи человек мы я там постоянно на связи мы общаемся обмениваемся опытом я с удовольствием отвечаю на все вопросы по лоджику по звуку по оборудованию и не только я там много активных участников так что присоединяйтесь если вы еще не там подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить следующие видео с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем пока